Девушки отдыхают Глупо не слушать ее. Думаю, ты согласишься, что Цицерон принес довольно безумие в это убежище. Так что ступай в Лундрут. Это склеп далеко на северо-востоке. Поговори с этим Омоном-Матьером. Посмотрим, куда это все ведет. Нужно что-то? До встречи, брат. Привет тебе, брат. Про темных ящеров все уже почти позабыли. Древняя традиция из старых времен. Не забывай, что Астрид предана своему убежищу, своей семье. Семье, которая приняла и тебя. Почитай Астрид прежде всех прочих. Убивай хорошо и часто. В Темном Братстве я нашла друзей, любовь и истинный смысл жизни. Если Мать Ночи действительно говорит с тобой, если ты действительно слышащий, твоя судьба записана в пустоте. Астрид вправе бояться твоей силы. Убивай хорошо и часто. Любишь прятаться в тени? Магия там работает не хуже, чем в других местах. Так ты и значит слышащий. Это просто нечестно. Ты здесь безгоду недели. Мать Ночи должна была заговорить со мной. Ясно даже ежу. Но я буду служить тебе. Такая уж моя судьба. Ну, давай посмотрим. Ах, да. Волон друт старый могильник. Там полно драугров. Готовься к встрече с ними. Ну что ж. Выглядеть маленько и очень удобно. Никто ничего не заподозрит. Тот человек, с которым тебе нужно поговорить, его фамилия Матьер, это очень древний и влиятельный бретонский род, хорошо известный в Сиродиле. Как любопытно. Повеселись. Вот интересно. Придет ли день, когда мы будем не нужны людям Скайрима? Думаю, нет. На этот раз я совершенно серьезен. Одолеть вампира это сложная задача. Молодец. И если вдруг выпало сомнительное счастье подцепить сангвинари вампирис, не забудь полечиться. А то станешь как наша бабетта. Если, конечно, это не входит в твои планы. Вот денежки. Чудесно. Я вот что скажу. Хороший Барт, мертвый Барт. Ох уж мне эти песни веселье. Твоя обычная плата за работу. Тебе не терпится, да? Прости, но сейчас ничего нет. Приходи попозже. Нужно что? Может, ты слышащий. А может, тебе просто голоса чудятся. Все равно твоя госпожа Астрид, а не мать ночи. Тебе еще людей убивать, друг мой? Бери за работу. Нужно что-то? Да. Продолжение следует... 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 Что, заняться? Тебе что-то нужно. Для гильдии самое лучшее. О, понятно. Ну, да у тебя всюду друзья. Да, надо же. Ну и... Как дела у Астрид? Пусть заглянет как-нибудь. Выпили бы вместе. Поболтали. А, дело. Конечно. Какое дело? Посмотрим. Боги, откуда, откуда это? Не говори. Мне лучше не знать. Это амулет императорского совета старейшин. У каждого члена совета есть такой. Стоит целое состояние. И с ним никогда не расстается без серьезного повода. Слушай, это не мое дело давать советы темному братству. Но если вы убили члена совета старейшин, вы уж тогда... Я куплю его амулет совета старейшин? О, да. Да, да, разумеется. Погоди секундочку. Вот, держи. Это расписка. Семастрид и только она получает право на любые товары и услуги от меня. По обычным договоренностям. Отнеси его своей очаровательной госпоже и передавай привет. Ищешь работу? Есть минутка? Хочу тебе кое-что сказать. Ага, тебе что-то нужно? Я никогда не видел такого мастерства, как у тебя. Хотел тебе сказать, что если что-то понадобится, можешь обращаться. Держись теней. Ага, тебе что... Ага, тебе что-то нужно. Ну, что сказал Меллори? Амулет неподдельный? Совет старейшин? Что ж, многое проясняется. Матьер, ах ты мерзкий мальчишка. Нанимаешь темное братство, чтобы подняться из грязи в князи. Любопытно. Меллори согласился купить амулет? Отлично. Отлично. Значит, нам пора начинать. Точнее, тебе пора начинать. В конце концов, мать ночи обратилась именно к тебе. Итак, надеюсь, у тебя есть парадная одежда, потому что ты отправляешься на свадьбу. Ну, это скорее большой прием. Будет чудная пирушка. Поболтаешь с гостями, попробуешь торт, прирежешь невесту. Да, да, тебе нужно убить невесту. Прямо на свадьбе. Ах, а говорят, романтики больше нет. Имя твоей жертвы Виттория Вичи. Она отвечает за дела Восточной Имперской Компании в Солитьюде. Свадьба будет проходить там, в Храме Богов. Ее смерть вызовет смуту, чего мы, собственно, и добиваемся. Вичи часто будет обращаться к своим гостям. Таков свадебный обычай. Убей ее в этот момент. И я обещаю тебе приятную премию. Теперь иди. И пусть в Солитьюде будет праздник, который они не скоро забудут. Тебе пора в Солитьюде. Нужно дать Императору настоящий повод приехать в Скайрим. Прот. Брат. Убить слабую женщину на ее же свадьбе. Что дальше? Убить слепого сироту во сне? До встречи. я служу аст твой контракт на вид простой так что жди сложностей попасть на прием будет просто но подумай как ты будешь выбираться береги себя выглядеть маленькой очень удобно это нечестно я люблю свадьбы астрид должна была отдать мне этот контракт она меня отправила по городам оценивать безопасность так скучно но постой я тебе могу помочь прием будет около храма богов правильно в солидьюде никто не принимает меня всерьез это нечестно но постой я тебе могу тогда невеста наверное будет обращаться к гостям с балкона он выходит на двор так вот там есть старая статуя я ее видела нависает прямо над балконом где она будет стоять старая значит хрупкая хрупкая значит легко упадет береги себя брат надеюсь ты не против но я позволила себе осмотреть место приема прямо напротив балкона есть небольшой парапет оттуда будет очень удобно стрелять я там для тебя кое-что оставила на случай если захочешь воспользоваться советом докутает тебя саван смерти брат у кого шить кузину императора прямо на ее собственной свадьбе стражники будут в ярости не удивлюсь если гости к ним присоединяться удачи и береги задницу чтоб не пришибли про темных ящеров все уже почти позабыли древняя традиция из старых времен не желе это убийцы г��운 мориль ских ведьм чем могу помочь соратник бурью Тебе многое отвлекает. Забудь об этом. Сосредоточься на целях. Нравятся луки, а? Я-то предпочитаю меньше. Типичная имперская болтовня. Ты говоришь о Скайриме так, будто знаешь эту землю и её народ. Ты же сиротина. Ты ничего о нас не знаешь. Ничего. О, я знаю достаточно. Да ладно. Устрел должен быть идеальный баланс. От этого зависят выстили твоих братьев. Я для защиты кузина и его величества. И вообще, это измена. Прошу вас, когда Эльды вошли в ваш любимый сиротил, и все вселись за оружие, чтобы их выгнать, это что, была неизмена по отношению к Доминиону, а? Ну это же совсем не одно и то же. Доминионцы это были захватчики, завоеватели. Мы должны были бороться с ними, чтобы жить так, как нам хочется. Ну вот и я о том же. Какой удивительный день. Надеюсь, тебе нравится праздник. Я... Я так поражена, все так добры ко мне. Да-да, правильно. Слава имперскому легиону. Слава братьям Бури. Слава Солитюду и восьми богам. В этот торжественный день мы привечаем всех. Милости прошу. Ну-ну, приятель. Давай не будем подходить так близко к моей невесте, а? Лучше некуда. Витория прекрасная девушка. Мне крупно повезло. Я знаю, отцу не нравится, что я женюсь на имперской девушке, но это его проблема. Приятно было с тобой поговорить. А я все равно считаю, что мой... Но вот бедра у нее не узковаты ли? Я хочу внуков. Говорят, это свадьба. Много внуков. Первый шаг к миру? Да кому нужен этот мир во имя Шора? Много внуков. Астрид приказала мне прикрывать тебя. Знала, что под... Тут кто-нибудь есть? Там драга. Лучше пойду по добру, по здоровью. Иры... Торус. Торус. Подписывайтесь на мой канал. КОНЕЦ. Субтитры сделал DimaTorzok Благодаря убийству Вичи мы встали на путь, по которому Тёмное Братство не шло много столетий. Нас ждёт убийство Императора. А теперь твоя награда. Уникальное заклинание, которое призывает легендарного воина Тёмного Братства. Его душа служит нам после смерти, как его тело служило при жизни. А, ну и, конечно, премия за убийство Вичи на глазах у толпы гостей, как и было приказано. Золото. Простое и чистое. На карманные расходы. Что ж, пора переходить к следующему этапу плана. Иди поговори с Габриэллой. Она помогала мне подготовить твой следующий контракт. Субтитры сделал DimaTorzok Я же сказала, иди к Габриэлле. Она помогала мне подготовить твой следующий контракт. Контракт. А, вот и ты. Рад был биться рядом с тобой. Наверняка люди ещё не скоро забудут эту свадьбу. Ну что ж... Очищение. Брат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова